В республике продолжается подготовка к сельскохозяйственным работам. В этом году в Чувашии посевная площадь составит 560 тысяч гектаров. Более 300 отведут под яровой сев. На какие культуры будет сделана ставка и насколько весомая поддержка предусмотрена для аграриев? Эти вопросы обсудили в Доме правительства. Весенняя страда в республике затягивается. По прогнозам к работе на полях возможно приступить не раньше середины апреля. Если, конечно, позволит погода. Аграрии региона уже подготовили необходимое количество семян. Для сельхозпредприятий предусмотрели существенную скидку при покупке горюче-смазочных материалов. Всего для проведения весеннеполевых работ в минимальной сроке денег планируется. Это тоже по данным всех хозяйств. 1,8 миллиардов рублей. Примерно на уровне прошлого года чуть выше. За счет имеющихся на сегодня собственных ресурсов предусматривается осуществить покрытие указанных расходов на 27%. Это 485 миллионов. Оставшаяся часть за счет бюджетных ассигнований и привлечения льготных кредитных ресурсов. Объемы государственной поддержки агропрома в этом году превышают 2,5 миллиарда рублей. Перспектива для сельского хозяйства очень хорошая. Об этом в своем послании сказал президент Российской Федерации 1 марта. Об этом говорят эксперты, специалисты. Экологически чистая продукция сельского хозяйства сегодня востребована на рынке. Настрой у сельхозтоваропроизводителей, у руководителей хозяйств такой рабочий. Они настроены на результат по итогам сельхозпредприятий. Большая часть посевной площади будет отдана под зерновые и зернобобовые культуры. В этом году, отмечают в сельхозе, сложились неплохие цены на картофель. Второй хлеб в республике займет порядка 20 тысяч гектаров. Цены на картофель в этом году сложились нормальные. От 17 до 20 рублей. Один килограмм картофеля мы продаем оптом. А вот подсолнухи сегодня сажать невыгодно. В прошлом году из-за щедрой на дожди погоды возникли проблемы с уборкой всходов. Сегодня подсолнух не убран ни в одном регионе до конца. У нас около полутора тысяч гектаров подсолнух еще осталось весной. Мы постараемся убрать, пока возможности нет, как влажность идет. Но методологически и технологично мы должны дать свои рекомендации, проконсультировать всех сельхозтоваропроизводителей, собрать, встретиться с ними, как лучше все это сделать. Состояние озимых в республике не вызывает опасений. Более 90% семян пережили морозы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Спасибо.